Привет! В эфире Алексей Коноплев и итоговый выпуск программы Репортер. Сегодня поговорим обо всем самым ярком и необычном, что случилось в нашей губернии за минувшую неделю. Слухи, скандалы, звезды шоу-бизнеса и просто человеческая глупость. Все это в моей понедельничной подборке. Начнем! В дом 158 по улице Партизанской жилец вызвал минеров. Всю ночь там искали взрывное устройство, переполошили весь район. А что нашли? Об этом в сюжете Репортера. Заслуженного артиста России Дмитрия Когана увезли в больницу прямо со сцены. Ему стало плохо во время гастролей в Самаре. Как себя чувствует музыкант сейчас и чем он отблагодарил врачей? Репортер покажет. Крущевки Самары атакуют экзотические насекомые. Москиты. Откуда они берутся и как борются с ними самарцы? Репортер все выяснил. Ну а теперь обо всем по порядку. Начнем с криминальных новостей. Минувший четверг надолго запомнится жителям дома 158 по улице Партизанской. В предрассветный час там искали бомбу. Жителям этого дома прошлой ночью спалось неспокойно. Неизвестный мужчина позвонил на пост дежурного и сообщил, что во дворе дома готовится ни много ни мало террористический акт. Его насторожили странные отверстия в стенах, расположившиеся прямо под газопроводом. Бдительный пенсионер, отставной военный, долго не думал и одним звонком поднял на ноги все службы города. Я не успел выполнить ремонтные работы, потому что вышел покурить и увидел ужас на улице. Стена, наружная стена отделана разгораемым материалом на большой площади, большой толщины. В случае возгорания этого материала поднимается высокая температура, разогревающая трубу, которая может привести к разрушению трубы, выходу газа и мгновенному взрыву. На мгновение в угрозу теракта поверили и разбуженные жильцы дома. Но когда ситуация прояснилась, да и сон пропал, благодарить спасителя никто почему-то не стал. Люди спрашивают, что нам вещи собирать, документы, люди уже кошек-собак под мышку собирались сквироваться, потому что у нас первый раз такое мероприятие проводится. Но приехавшие по звонку службы угрозы взрыва не выявили. Проведены все необходимые мероприятия, никакой угрозы для жизни и здоровья жильцов дома не обнаружено. После такого заключения жильцы дома на пенсионера смотрят косо, но он не в обиде и спасибо не ждет. А если вдруг случится новая беда, опять готов прийти на помощь. Ведь он человек военный и даже на пенсии должен родину защищать. Я не ради благодарности, это просто профессиональная привычка. А вот следующим героям нашей программы повезло куда меньше. Напасть у них реальная, осязаемая и весьма неприятная. Несколько домов по улице Мариса Терезы атаковали экзотические мошки. Москиты. Насекомые облепили стены и потолки в подъездах и уже лезут в квартиры. Откуда взялись, почему расплодились и что несут в себе летучие соседи, попытался выяснить репортер. Врача ждали, мы подпитали вчера, весь подъезд был грязно усыпанный. Вот со вчерашнего вечера опять, видите, мохом прямо. Это все мошки, это то, что уже трупы или они сонные спят. Этот простой подъезд Самарской пятиэтажной хрущевки облюбовали экзотические мошки-москиты. Выстраиваясь в разные узоры, насекомые ковром облепили все стены и потолок. Странное соседство жильцы дома наблюдают с лета этого года. Но в последнее время мошек становится все больше. Насекомые залетают в квартиры и к тому же кусаются. Кусаются, кусаются. Или комары кусают. И комары муки какие-то злые. Первый раз, мне 80 лет, за 80 лет первый раз вижу. Я первое время, вы знаете, выходила, смахивала. Думаю, просто так, мне кажется, смахивала. А потом мушек пришел пылесосом и все равно. Несмотря на пылесосы и на холода, мухи чувствуют себя здесь вполне комфортно. В подъезде, как в тропиках, тепло и влажно. Жильцы уверяют, все дело как раз в сырости в подвале. Но жизнь, пусть как и в тропиках, самарцы не хотят. А еще они боятся лихорадки западного Нила, которую сейчас очень активно обсуждают федеральные СМИ. О домоправлении пришли. С горжилуправлении сказала одна девушка. И главная дочерь ответила мне по компьютеру. Дочь моя писала там жалобу. Все по вашей жалобе посмотрели. Все сделано. Недельный срок. Вот уже месяц прошел. Недельного срока никакого. Впрочем, в железнодорожном филиале ПТС-сервиса, отвечающем за чистоту и порядок данных домов, говорят, что все давно устранили. И никаких мух нет. Все это же делали. Да, заявку отдали. Инженер туда выходил вместе с мастером, то есть со слесарем. То есть там был засор канализации, засорами все прочистили. Сейчас десекцию, диротизацию заказали. А мошки продолжают облеплять стены и потолки. Причем не только в этом подъезде, но и в нескольких домах в округе. Жители борются с экзотическими соседями кто как может. И почти каждый здесь стал заядлым энтомологом. И в продолжение животной темы не могу не рассказать вам вновь о драме, которая приключилась на этой неделе в санатории имени Чкалова. Там местный олень в преддверии зимы забодал олениху, самую красивую из тех, что были в его загоне. Оленю пришлось спилить рога, а олениха больше не встает на копыта. Но они так и живут в одном загоне. История о неразделенной любви и сезонном помешательстве в следующем видео. Этой трагедии можно было бы избежать, зная владельцами ни зоопарка, что осень для оленей – особое время года. Их мягкие бархатные рога панты к зиме костенеют. И оленям просто необходимо бодаться, чтобы ободрать подсосшую шкуру с закостеневших рогов. На воле самцы потом бьются за право стать вожаком стада. А вот в вольерах и зоопарках этому самцу не с кем было биться. И он забодал самку, самую красивую. Ну а сам остался без рогов. Ну не только животные, но и люди поддаются влиянию погоды. Осеннее расстройство у пешеходов, отмечали на минувшей неделе сотрудники ГИБДД. Полицейские отлавливали на улицах самарцев и разъясняли им правила дорожного движения. В ответ за науку задержанные сбегали, плакали и даже кусались. На этом оживленном перекрестке Московского шоссе и Киевской что ни день, то авария. К интенсивному движению машин прибавляются беспорядочные перебежки пешеходов. Здесь есть подземный переход, а через Киевскую ведет зебра. Но люди переходят дорогу, где придется, отважно рискуя своими жизнями. А вы знаете, сколько у нас ежедневно под колесами автомобилей совершается наездов на пешеходов, травмируются пешеходы в каждый день? Как вы думаете, сколько? Конечно, ужасная статистика. Ну человек 50, наверное. День? Да. Сотрудники ГИБДД объясняют, за переход дороги в неположенном месте положен штраф. Но это мало кого останавливает. Тогда нарушителям показывают кино. Впрочем, в некоторых случаях и вида сотрудника ГИБДД достаточно, и взрослые люди вдруг впадают в детство. Девушка, не надо, я индийский сад, я нужна женщина. Уберите, у меня и беззастошная. И кашляю, и чихаю. Сейчас вернулась на кашлю, и будет заболеть. А у меня сегодня нога болит, честное слово. Обидно будет 200 рублей отдавать? Да, подумаешь. А я нормально, я уже 15 минут опастываю. Да пошли вы нафиг. В городе Самаре за 10 месяцев с текущего года было зарегистрировано 553 ДТП с участием пешеходов. Из них 170 произошли по вине самих пешеходов. которые переходят проезжую часть в неустановленном месте в нарушении действующих правил дорожного движения. Из них 45 пешеходов погибло под колесами транспортных средств. Несмотря на статистику, взрослые тети и дяди упорно перебегают дорогу мимо пешеходных переходов, отважно рискуя своими жизнями. И проведя пару часов на постуге ГИБДД, понимаешь, у многих двуногих напрочь отсутствует чувство самосохранения и здравый смысл. Ну а пока ГИБДДшники учили уму разуму пешеходов, самарские спасатели учились сами. В Богатовском районе на неделе прошли крупномасштабные учения областных служб МЧС. Пожары, десятки спиленных деревьев и пара раскуроченных машин. Эти зачетные занятия спасателей произвели настоящий фурор в селе Богатое. Посмотреть на этих брутальных мужчин сбежало из полсела. Продавцы на местном рынке даже отложили торговлю. Где еще такое увидишь? И огонь потушат, и манекен спасут. Деревенские мужики наблюдают в сторонке, а женщины томно вздыхают. Мне кажется, они все равно немножко такие другие. Ну, как бы вам сказать, более смелые. А этим ребятам придется спускаться в задымленный подвал. Надо бежать на помощь манекену Яше. Зрители и глазом не успевают моргнуть, как герою уже тащат на себе пострадавшего. Для настоящих мужчин здесь даже организовали показ мод. Он теплоотражающий, он как термос работает. А дальше был мастер-класс с пилами. В ловких руках спасателей эти инструменты даже музыку извлекают. Специальный гость на пилочном концерте лесоруб из Архангельска. Городские силачи покинули село нескоро, оставив местных красавиц томно вздыхать, а мужчин завидовать. Ведь только настоящих красавцев берут в спасатели Самарской области. В больнице Калинина в минувшую пятницу прошел необычный концерт. Заслуженный артист России Дмитрий Коган решил отблагодарить медиков собственным выступлением за вовремя оказанную помощь. Во время гастролей в Самаре ему стало плохо прямо на сцене. Музыканта экстренно увезли в больницу. Медики спасли артиста, а он благодарность сыграл для них на скрипке Страдивари. Симфонический концерт организовал в больнице народный артист России Дмитрий Коган. На прошлой неделе он выступал в Самаре с программой «Пять великих скрипок». Выкладывался по полной. За осень это выступление стало уже сороковым. И вот в Самаре здоровье артиста подвело. Гастрольный тур приостановили, а Когана отправили на лечение в больницу имени Калинина. В ответ благодарный пациент решил подарить врачам то, что умеет лучше всего. Часть того самого прерванного концерта. Я, можно сказать, к вам попал не по своей воле. Дело в том, что сейчас огромная нагрузка за осень. И вот в Самаре, в моей любимой, после последнего концерта сломался, и я думал, что вот так вот я заеду в больницу, у меня посмотрят, главное, какое-нибудь лекарство у меня станет лучше. Но лучше мне стало только через неделю. На концерте Дмитрий Коган выступал в компании Самарского симфонического оркестра и любимой спутницы скрипки Страдивари. Кажется, что на крохотной сцене оркестр звучал как никогда. Масштабно и искренне. Я думаю, что все будут очень благодарны. Но надеюсь, что я действительно искренне и благодарна, значит, и нам в том числе, потому что мы ему как-то старались помочь, немножко поправить свое здоровье, которое он бешеным ритмом совершил, вот, жизни, ритмом концертных деятельностей, он, наверное, немножко себя устал. Благодарный скрипач покидать сцену не спешил и, отыграв концерт, отказался от цветов и подарков. На этой сцене подарок мог быть всего один, и тот музыкальный. После концерта врачи больницы спешно покинули зал, отправились лечить пациентов своими проверенными методами. Сам Дмитрий решил продолжить гастрольный тур с новыми силами, отправиться исцелять своих зрителей музыкой. И еще один концерт. Легендарные Океан Эльзи зажигали на неделе в Адо. Было шумно и весело. Спешу поделиться эмоциями. Океан Эльзы приезжает в Самару нередко. В последний раз группа засветилась у нас этим летом на фестивале «Рок над Волгой». Но для истинных поклонников Славова Курчука каждый новый концерт все такой же долгожданный. Правда, на этот раз публике пришлось ждать действительно долго. В Адо Океан приехал не вовремя, а потом и вовсе задержал концерт на целый час. Я сегодня 45, баба Ега скайпет, но... Я не сдамся без боя. Ах, да, мое, мое. Как только Вакарчук появился на сцене, засидевшиеся зрители повскакивали с мест. Да и как тут усидишь? Артист пел, танцевал, бросал в разгоряченную толпу белые хризантемы и всем своим видом показывал, как должен выглядеть настоящий рок-н-ролл. В океане песен о неразделенной любви и страсти зал утопал целый час, а когда заиграла она, зал взорвался. Уже после в зрителях утопал сам Вакарчук. Желающих получить звездный автограф набралось не меньше сотни. Ну вот и все. Увидимся завтра. Я уверен, эта неделя готовит нам массу сюрпризов, а значит нам будет о чем поговорить. А сегодня я с вами прощаюсь. Пойду искать новые сенсации. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok